Два года назад наш регион был взбудоражен появлением такого хищника, как волк в населенных пунктах. Как обстоят дела этой зимой, смотрим наш следующий материал. В дикой природой Перетыши волки встречаются в Байнаруцком, Майском, Чистичном, Железинском и Щербатинском районах. Численность хищника на территории Казахстана должна регулироваться, но для охоты на серого необходимо обращаться в территориальный уполномоченный орган, инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Подача заявки происходит через портал ЕГОВ. На сегодняшний день в целом по Казахстану, по данным международной организации СБК, тесен с волка порядка где-то 14-15 тысяч в целом по республике. Но вместе с тем за последние 8 лет наблюдается их сокращение порядка почти вдвое в некоторых областях нашей страны. Это в частности по Карагандинской области есть такое снижение, по Акмолинской и также по Павлодарской области. Исходя из этого, в трех вышеназванных регионах лимит настрел волков не устанавливается. По словам Руслана Тулебаева, согласно биологическому обоснованию, допускается изъятие до 10% от общей численности животных на данной территории. По Павлодарской области, по учетным данным, за этот год у нас порядка 200-250 особей насчитывается. Соответственно, согласно биологическому обоснованию, можно изъять 10%, это порядка 20-25 особей волков. Также хотел бы отметить, что услуга оказывается только при условии, если есть подтверждающие факты со стороны местных исполнительных органов, правоохранительных органов, которые подтверждают нападение данного хищника на домашний скот, либо его приближение к населенному пункту. Помимо урона в виде уничтожения домашнего скота, волк к тому же является источником распространения ряда болезней, чумка, стригущие лиша и другие. Поэтому численность серого хищника должна регулироваться, причем круглогодично. В прошлом году внесены существенные изменения в правила охоты. Любители охотники, которые выезжают на охотничьи угодья, имея на руках разрешительные документы, путевку, разрешение на изъятие какого-либо, любого вида животного, он может параллельно, без спецразрешения добывать и волка. В 2000-2021 годах фактов нападения волков на домашний скот или на людей не было. Также не зарегистрированы случаи браконьерства в отношении этих хищников. Тем не менее, без волков не обойтись. Не зря их называют санитарами природы.